Полиция Ланкашера, чем я могу помочь? Позвонил своей бывшей жене, она только что пропала. Телефон был отключен, машина на месте, никто не переходил к нам домой. Она делала так раньше? Нет. Этот звонок в службу спасения сделал Тим Бёрбак, чтобы сообщить о пропаже своей бывшей жены Линси. 12 августа 2019 года, около 16.00, Линси Бёрбак отправилась на прогулку. Она не подозревала, что эта прогулка приведет к ужасающей трагедии. Появилась леденящая душу запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как молодой человек неоднократно перемещает синий мусорный бак по кладбищу, где было найдено тело Линси. Кто же был этот загадочный молодой человек, попавший в кадр? И как он был связан с Линси? 12 августа 2019 года для Линси Бёрбак, 47-летней помощницы учителя средней школы из Ланкашера, Англия, день начался как обычно. Это было во время школьных каникул. И она вместе с своей 16-летней дочерью Сарой ходила по магазинам в Блэкберне, чтобы купить форму для колледжа. Около 16.00 Линси собралась на небольшую прогулку, потому что Сара и ее парень Брэндон должны были прийти на чай в 18.00. Она шла по Бернли-роуд, затем по Пилл-парк-авеню, направляясь к знакомому месту под названием Копас. Это район с лесистыми тропами в Эрингтоне. Линси была там бесчисленное количество раз, поэтому чувствовала себя совершенно спокойно. В этот момент другая женщина Зои Брэдуэйт прогуливалась по Копасу за несколько минут до появления Линси, наслаждаясь летним теплом. Но неспешная прогулка с Зоей резко изменилась, когда она заметила парня в темной толстовке и спортивных штанах. Его руки были глубоко засунуты в карманы, когда он шел по тропинке неподалеку. Парень шел в одиночестве, и показалось, что он выглядит странно, как будто ему здесь не место. Это было не только интуитивное ощущение, его поведение было очень своеобразным. Когда она попыталась сбавить скорость, чтобы увеличить расстояние между собой и парнем, он тоже замедлил шаг, заставив ее нервничать. Чувствуя тревогу, она заметила, что он начал стремительно приближаться. Поэтому она ускорила шаг и начала искать что-нибудь, что могло бы помочь ей защитить себя в случае опасности. Лихорадочно оглядываясь в поисках других людей, она поспешила вниз по склону. В этот момент, оглянувшись, она заметила, что ее стремительный шаг напугал его, и он бросился бежать в противоположном направлении. Зои еще не до конца осознавала, насколько ей повезло в тот день, но она не знала, что этот парень на самом деле не покинул окрестности. Не подозревая о том, что только что произошло, Линдси вошла в лесную рощу около 16.30, всего через несколько минут после этого события. Но тут, как ни удивительно, ее телефон внезапно перестал работать, и никто не мог с ней связаться. Независимо от причины, Линдси больше не могла им пользоваться. Никто не знал, что это будет последний раз, когда кто-то услышит о ней. В 6 часов вечера дочь Линдси Сара и ее парень пришли к ней домой, чтобы вместе выпить чаю. Но, к их удивлению, Линдси там не было, а дверь была заперта. Сара не взяла с собой ключ, так как думала, что мама будет дома и откроет им. Теперь молодые люди оказались на улице. Они несколько раз стучали, но никто не отвечал. Ситуация начала казаться немного странной. Они сидели на улице и ждали возвращения Линдси. Но минуты шли, а ее все не было видно. Сара все больше переживала за маму. Она несколько раз пыталась позвонить и написать ей, но, похоже, ее телефон был отключен. Все больше волнуясь, она решила позвонить своему отцу, Тиму Бербаку, и попросить его приехать за ними. Она знала, что им нужно выяснить, где находится Линдси. Сара объяснила ему, что уже поздно, и она очень переживает за маму. Она отметила, что машина Линдси все еще припаркована на улице, а ее телефон, похоже, выключен. Они оба поняли, что что-то не так. Это было не похоже на Линдси, просто исчезнуть, не дав никому понять, куда она направляется. Сара также связалась с лучшей подругой Линдси, Шерон, надеясь, что у нее есть ответы. Она написала Шерон, спросив, не было ли от Линдси новостей. Но Шерон ответила, что она тоже ничего не слышала, и на ее сообщение Линдси тоже не ответила. В 23.45 Сара и ее отец Тим решили вернуться к Линдси домой с запасным ключом в руках. Они обыскали каждый уголок дома, но он был пуст, и все выглядело нормально, никаких следов борьбы или чего-то необычного. Это заставило их забеспокоиться еще больше. Они знали, что нужно действовать, поэтому в 12.11 ночи Тим позвонил в полицию и сообщил, что его бывшая жена пропала. Полиция Ланкешера, чем я могу помочь? Позвонил своей бывшей жене, она только что пропала. Телефон был отключен, машина на месте, никто не приходил к нам домой. Она отделала так раньше? Нет. После исчезновения Линдси, Тим вложил все силы в ее поиски. Тем временем полиция изучала различные предположения, чтобы выяснить, что могло с ней случиться. Есть несколько различных сценариев, по которым могло произойти исчезновение Линдси. Мы знали, что она увлекалась бегом, была очень спортивной. Значит, с ней мог произойти несчастный случай, и она могла лежать где-нибудь, получив травму, или могла сделать с собой что-то плохое. Но ее семья была твердо уверена, что она никогда бы не задумалась о смерти. Они были убеждены, что она просто пропала, и ее необходимо найти как можно скорее. Поэтому менее чем через 24 часа после того, как ее видели в последний раз, полиция Ланкашера выпустила пресс-релиз, в котором сообщила всем, что Линдси пропала, и призвала общественность помочь найти ее живой и невредимой. Репортеры отнеслись к этому обращению, как к любому другому делу о пропаже человека, разместив его на сайтах и упомянув в газетах. На тот момент не было ничего необычного, что позволило бы предположить, что это дело не просто обычное заявление о пропаже человека. Утром 13 августа 2019 года, на следующий день после исчезновения Линдси, полиция начала поиски по всей округе. Они предприняли все возможные меры, привлекая специализированные службы, такие как конная полиция и команды горных спасателей. Но не только власти занимались этим делом. Сара, Тим и жители Эрингтона сплотились, чтобы найти Линдси. Они собрались у Рущи, координируя свои усилия по поиску. Несмотря на огромные усилия сотен людей, поиски Линдси поначалу не дали никаких зацепок. Но после четырех долгих дней полиция наконец-то добилась успеха. Просматривая записи камер видеонаблюдения, они заметили Линдси около 16.00 в день ее исчезновения. Она была одета в свою приметную фиолетовую куртку и шла по Бернли-Роуд, а затем свернула на Пилл-парк-авеню и направилась ко входу в рощу. Это была обширная территория с холмами, тропинками и густой растительностью. Полиция опубликовала снимки с камер видеонаблюдения, призвав всех, кто видела Линдси там или выходил из рощи, сообщить о случившемся. Однако шли дни, и надежды семье начали угасать. К 19 августа Линдси числилась пропавшей уже неделю, и каждая минута оказалась очередным ударом по их надеждам. Полиция очень беспокоилась о безопасности Линдси и не была уверена, что найдет ее живой. И вот 24 августа 2019 года из неожиданного источника пришло новое известие. Морган Паркинсон, местный житель, живущий неподалеку от рощи, гулял со своей собакой на кладбище Эрингтон. Вдруг его собака резко побежала в сторону уединенного заросшего участка неподалеку. Морган попытался позвать ее обратно, но та словно обнаружила спрятанное сокровище. Не обращая внимания на мольбы Моргана, собака сосредоточенно обнюхивала что-то на земле. И это странное поведение также вызвало любопытство у хозяина. Подойдя ближе, он случайно наступил на что-то мягкое и хлюпкое, что его напугало. Он быстро отошел назад и потянул собаку за ошейник, когда воздух наполнился дурным запахом, как будто что-то протухло, а вокруг зажужжали мухи. К ужасу Моргана он обнаружил обнаженное тело, завернутое в прозрачно-голубой пакет, закопанное в неглубокой могиле на кладбище. К сожалению, поиски Элинси закончились плачевно, когда было найдено ее безжизненное тело. Это было невероятно тяжелое время для семьи Бёрбек, которая не теряла надежды на благополучное возвращение Элинси, но теперь столкнулась с разрушительной реальностью ее потери. Тело Элинси было тщательно спрятано в небольшом углублении в земле и засыпано камнями. После этой находки поиски Элинси перешли в полномасштабное расследование убийства. Полиция, не теряя времени, оцепила всю территорию для сбора улик. Ее тело было отправлено на вскрытие, где эксперты тщательно его изучили. Во время осмотра патологоанатом Наоми Картер сделала леденящую душу открытие. Она обнаружила улики, свидетельствующие о том, что кто-то пытался отрезать правую ногу Элинси. Там был глубокий порез до самой кости, возможно, с целью расчленить ее, и порезы были сделаны пилой. Кроме того, доктор Картер отметил обширное повреждение всей гортани Элинси, похожее на то, что можно было ожидать от серьезного несчастного случая на производстве. Такая травма была крайне необычна за всю ее 25-летнюю карьеру. Поскольку Элинси прилежала там 12 дней, прежде чем ее нашли, ее тело начало разлагаться, что затруднило поиск доказательств нападения. Неповрежденные ногти Элинси дали следователям надежду найти следы ДНК, оставленные убийцей. Кроме того, было установлено, что для перелома шеи Элинси была использована значительная сила. В частности, были нанесены сокрушительные повреждения в области горла. Такое может случиться, если кто-то ударит ногой, надавит или положит тяжелый груз на шею, как в случаях насильственных действий. Сломанные кости не всегда приводят к смерти, но могут стать причиной других серьезных последствий. Особенно, если они задевают такие важные части тела, как спиной мозг или крупные кровеносные сосуды. Полиция работала, не покладая рук, чтобы поймать убийцу Элинси. Тем более, что страх охватил местное сообщество, и люди боялись, что убийца может напасть снова. На следующий день, 25 августа, команда криминалистов прибыла на кладбище, чтобы начать расследование. И там они сделали важное открытие. Возле могилы они нашли пилу с желтой рукояткой. И анализы показали, что на ней была кровь Элинси. Что говорит о том, что именно это орудие использовалось в попытке расчленить ее тело. Кроме того, они нашли пару перчаток. ДНК Элинси было на внешней стороне перчаток, но внутри была ДНК человека, личность которого ранее не была установлена. Кроме того, в синем пластиковом пакете они нашли пару спортивных кроссовок. Таких же, как те, что носила Элинси. Странным было то, что подошвы ботинок были отрезаны и выброшены в мусорный контейнер на кладбище. Это вызвало большой вопрос у полиции. Зачем было отрезать подошвы? И как тело Элинси оказалось на кладбище? Странно, но между ее телом и пластиковым пакетом, в который она была завернута, были обнаружены остатки травы и листьев. Чтобы разгадать эту тайну, полиция пригласила ботаника для изучения листвы. Тщательный анализ показал, что эта растительность была не с территории кладбища. Это указывает на то, что ее убили в другом месте, а затем перевезли на кладбище. Хотя точное место убийства Элинси оставалось неясным, следователи полагали, что оно, скорее всего, произошло в роще вскоре после того, как она покинула свой дом. Еще одной важнейшей уликой стало исследование голубого мусорного бака, который оказался важным звеном в деле. При тщательном анализе они обнаружили в нем ДНК Элинси, а также несколько ее волос. Это вызвало подозрение, что ее тело могло быть перевезено на кладбище в том самом голубом контейнере. В этот момент в расследовании убийства, где убийцей мог быть кто угодно, первое подозрение пало на Тима. Он был ближе всех к Линси, а в таких делах иногда в первую очередь ищут того, кто ближе всех к жертве. Поскольку они недавно развелись, некоторые считали, что у Тима могла быть причина навредить своей бывшей жене. Но важно помнить, что подозрения не значают, что человек виновен, и полиции необходимо собрать доказательства, чтобы выяснить правду. Полиция выяснила местонахождение Тима в день пропажи Линси, поговорив с его работодателем. Они узнали, что Тим весь день был на работе. Эта информация сняла с него подозрение в причастности к убийству Линси, и он был исключен из числа подозреваемых. Поскольку Тим был исключен, перед следователями встала задача определить, у кого еще мог быть мотив причинить вред Линси. Поскольку явных подозреваемых не было, перед ними встала сложная задача, и они вернулись к исходной точке. Они решили заново изучить все собранные улики, то есть тщательно проанализировать каждую деталь в надежде обнаружить новые зацепки или связи, которые могли бы привести их к убийце. По ходу расследования, один из следователей, просматривая записи камер видеонаблюдения, сделал важное открытие. После того, как они заметили Линси на камере во время ее дневной прогулки в 16.06, они увидели еще одного человека, молодого парня, запечатленного на видео около 18.30, выходящего из рощи на Бернли-роуд. Его куртка была расстегнута, обнажая голую грудь. По колене спортивных штанов были мокрыми, что намекало на то, что он, возможно, занимался чем-то большим, чем просто ходьба или бег. Более того, его снова заметили на камере, когда он еще раз выходил из рощи. И в течение следующих полутора часов он несколько раз проходил мимо камеры, снимавшей этот район. В 18.55 того же молодого человека заметили с рюкзаком, а позже, в 20.28, с голубым мусорным баком на колесиках по направлению к кладбищу Эрингтон, где в итоге и было обнаружено тело Линдси. Еще более странным было то, что все это происходило средь бела дня, но никто, казалось, ничего не заметил. Хотя полиция не была уверена в личности этого человека по записям камер видеонаблюдения, они были убеждены, что он каким-то образом связан с убийством Линдси и может предоставить важную информацию. Поэтому они публиковали запись с камер видеонаблюдения и обратились к общественности с просьбой сообщить любую информацию об этом молодом человеке, так как это поможет им поймать убийцу Линдси Бербек. Прошло совсем немного времени и после просмотра записей с камер видеонаблюдения в полицию сразу же обратилась супружеская пара. Затем они привели своего 16-летнего сына Рокки Марчана Прайса в местный полицейский участок. Хотя они не были уверены, что Рокки причастен к убийству Линдси, они были убеждены, что именно его запечатлели на камерах видеонаблюдения. Рокки, названный в честь знаменитого боксера, вырос в районе Винни-Холл в Эрингтоне вместе с родителями и пятью братьями и сестрами. Они прожили там почти 30 лет, превратив это место в свой любимый дом. Рокки активно участвовал в жизни семейной фермы, особенно ухаживая за курицами. В свободное время он любил смотреть фильмы играть в компьютерные игры, как и любой другой парень его возраста. Его жизнь казалась обычной, наполненной типичными радостями и обязанностями подростков. Но если для семьи Рокки оказался нормальным, то не все видели его в том же свете. У него было несколько скрытых историй и проблем, которые он держал при себе, справляясь с ними в одиночку. На формирование личности Рокки повлиял его IQ ниже среднего, всего 65 баллов, а также диагнозы аутизм и СДВГ, которые оказали влияние на его жизненный путь. В 2015 году психолог обследовал Рокки и обнаружил, что он плохо понимает собственные эмоции и эмоциональное состояние. Кроме того, он, похоже, слабо понимал связь между событиями и эмоциями. В другом отчете, составленном в 2016 году, он описывается как «неспособный ориентироваться в незнакомых местах и требующий присмотра на улице». Эти оценки рисуют картину проблем Рокки с пониманием и ориентированием в своих эмоциях и окружающей обстановке. Полиция Ланкашера утверждала, что Рокки никогда не имел судимостей, выговоров, предостережений или предупреждений. Однако, несмотря на чистое прошлое, он оказался под подозрением в деле об убийстве Линдси. Его поведение и передвижение после убийства женщины вызывали недоумение у следователей. Несмотря на совершение столь чудовищного поступка, он не проявлял никаких признаков волнения или паники. Вместо этого он спокойно отошел от рощи и тщательно продумал, как перевезти ее тело на кладбище. Особенно поразило его отсутствие страха быть пойманным. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что ДНК Рокки совпадает с ДНК, обнаруженной на перчатках, которые убийца использовал, чтобы избавиться от тела Линдси. Это открытие стало решающим звеном, связавшим Рокки с преступлением. Кроме того, шокирующим оказался тот факт, что Рокки никак не был связан с Линдси, несмотря на то, что жил всего в трех минутах езды от нее. Их пути никогда не пересекались, и они даже никогда не встречались. Они были незнакомы друг с другом. В связи с этим возникает вопрос. Почему Рокки совершил такой бесчеловечный поступок в отношении той, кому у него не было причин причинять вред? Родители Рокки твердо верили в невиновность своего сына. Они пытались объяснить полицейским, что должно быть в ходе расследования произошло какое-то недоразумение. Однако, поскольку улик против Рокки становилось все больше, полиции ничего не оставалось, кроме как арестовать его. Мы беседовали с Рокки в течение нескольких дней, и он не ответил ни на один комментарий или вопрос. То есть он так ничего нам и не сказал. На самом деле он вообще ничего не говорил нам на протяжении допроса. Однако возникает вопрос, что могло подтолкнуть молодого парня к совершению столь ужасного преступления. Было ли это простое любопытство, доведенное до крайности? Что-то спровоцировало его, или он пережил что-то травмирующее? После двух дней допросов в полиции, Рокки наконец дал объяснение своим действиям 12 августа 2019 года. Он заявил, что не причастен к убийству Линдси. Вместо этого он сказал, что к нему подошел незнакомец, белый мужчина, говоривший по-английски, и предложил значительную сумму денег за перемещение тела. Рокки настаивал, что никогда не встречал этого человека, и ранее не общался с ним. Он объяснил полиции, что таинственный человек пообещал оставить деньги для него на кладбище, где было найдено тело. Однако, несмотря на транспортировку тела, Рокки не обнаружил денег, которые его ждали. Он не смог сообщить никаких подробностей о внешности мужчины, поскольку тот был в капюшоне, скрывавшем его лицо, и не смог вспомнить никаких деталей, таких как рост или телосложение. Говорил ли Рокки правду, или пытался выдумать историю, чтобы сбить следствие с толку? Несмотря на неопределенность, полиция продолжала поиски таинственного белого мужчины, который, по словам Рокки, обратился к нему для выполнения этого действия. Он знал, чем все закончится, ведь мы были с ним в одной комнате. Ненависть, которую мы испытывали к нему, была невероятной. Видеть его с таким отношением было еще хуже. Это выглядело так, будто он не уважает никого в этой комнате. Он сутулился, на его лице не было ни единой эмоции. В январе 2020 года начался суд над Рокки Прайсом. Он признал, что перевез тело Линдси и скрыл его, но не признал себя виновным в убийстве. Но, несмотря на это, обвинение представило убедительное доказательство его причастности к смерти Линдси, включая важные данные ДНК. В августе 2021 года начался второй судебный процесс, который продолжался 8 дней. Первый процесс был отменен из-за сфабрикованной видеозаписи о якобы причастности другого человека к убийству Линдси. На этот раз им потребовалось всего 4 часа, чтобы вынести вердикт. По словам судьи Аманды, психическое расстройство Рокки не сыграло никакой роли в его действиях, и никакие объяснения не могли доказать его невиновность. Рокки получил пожизненное заключение с рекомендацией отбыть минимум 16 лет, поскольку преступление было преднамеренным. Из-за его возраста минимальное наказание составляло 12 лет, но поскольку преступление было преднамеренным, оно было отягчено. Так что из-за возраста умышленного преступления и отягчающих обстоятельств он получил от 16 лет минимум до пожизненного. Так что есть шанс, что он до конца жизни не выйдет из тюрьмы, и это меня успокоило. После отбытия 16 лет Рокки может быть освобожден, если комиссия по условно-досрочному освобождению решит, что он больше не представляет угрозы для общества. Однако в случае освобождения он будет пожизненно находиться на испытательном сроке, аналогичному условно-досрочному освобождению в США. Это означает, что у него не будет прежней свободы, и ему придется жить под строгим надзором в обществе. Это часто считается хуже, чем пребывание в тюрьме, потому что хотя вы и не за решеткой, вы никогда не будете по-настоящему свободны. Что касается того, что произошло в тот день, то существует множество теорий. Я полагаю, что Прайс был там именно в тот день, потому что хотел вступить в сексуальную связь с женщиной. Он искал сексуального контакта. Поэтому, когда он преследует первую женщину, идущую в одиночестве, это дает ему ощущение сил. Она шестым чувством понимает, что это не очень хорошая встреча, поэтому бежит вниз по склону и ищет оружие, палки, ветки, которые она может подобрать, чтобы защититься. И это отпугивает Прайса. Подумайте об этом как о репетиции. Ему придется немного изменить подход к следующей женщине, которую он увидит, идущей в одиночестве. К несчастью, следующей одинокой женщиной, которую он встречает в таком состоянии, оказывается Линдси Бёрбер. И поэтому она погибает. Несмотря на то, что Рокки был осужден за убийство Линдси, его семья отказывалась верить, что он мог совершить такое преступление. Они твердо верили в его невиновность и утверждали, что его аутизм не должен приравниваться к убийству. Отчаянно пытаясь спасти сына, они умоляли сохранить ему жизнь, подчеркивая, что аутизм не делает его способным на такое насилие. Мать Рокки утверждает, что нет никаких доказательств, связывающих Рокки с убийством Линдси. Хотя некоторые люди с аутизмом действительно могут иногда проявлять агрессию, важно понимать, что не все ведут себя одинаково. Аутизм – это заболевание, которое влияет на то, как человек общается и взаимодействует с другими людьми. Люди с аутизмом могут испытывать трудности с пониманием социальных сигналов или вербальным самовыражением. В случае с Рокки его аутизм был упомянут в качестве фактора в судебном процессе, поскольку считалось, что он влияет на его поведение и принятие решений. Это дело поднимает несколько серьезных вопросов. Что могло потолкнуть Рокки к совершению такого преступления? Сыграл ли аутизм какую-то роль в его действиях или за убийством стоял другой мотив? Как общество может лучше поддерживать людей с аутизмом и умственной отсталостью, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем?